И сегодня еще один ролик по субъективному восприятию. Абсолютно практические, применимые, то есть, по сути дела, упражнения, как тренировать субъективное восприятие самостоятельно. То есть, если вы решили все-таки стать на этот путь, на путь инфодайвинга, и вам интересно все, что может человек в своих психических ресурсах, в своих психических возможностях, все, что он может творить в этом мире, все, как он может проявлять, исследование этой темы, этого поля сознания, то тогда вам эти упражнения будут полезны. Первое упражнение – это именно само восприятие, чтобы вы понимали, как вы видите этот мир. Оно простое. То есть, вы как бы отбрасываетесь назад, можете для начала закрыть глаза, и восприятие свое переносите, как будто вы сидите за компьютером, а ваше тело – это ходилка-стрелялка. И вы смотрите через туннель глаз, через туннель своего тела, вот у вас руки на периферийном зрении, вы видите, это руки-ходилки-стрелялки-ноги, точно так же, да, и вы начинаете воспринимать этот мир как бы отрешенным от участника игры, да, то есть вы не есть это тело, вы уже отрешены своим сознанием, вы одновременно находитесь в восприятии и наблюдения, и активной игры. То есть, это не двойное восприятие, как бы совмещенное двойное, но то там, то там. А здесь оно как будто совмещается, и вот тренировка такого состояния, как ходилки-стрелялки, да, это первое, когда вы начинаете тренировать это дело для того, чтобы наблюдать все-таки те поведенческие и реактивные моменты, которые в вас включаются. Но это будет не чистое наблюдение, да, это именно отрешенность, такое состояние отрешенности. Это первое упражнение. А второе уже идет конкретно по восприятию. Почему я его в конце и даю? Не всем, не всем нужно это дело смотреть дальше. Смотрите, в нашем мире есть разные люди, и есть люди, которые занимают, например, очень высокие должностные посты, и не уверены, что они формируют реальность. Но понимаете, думать, что ты формируешь реальность, и формировать реальность – это разные вещи, да. Думать можно о чем угодно. Думать можно о сексе, но это не значит, что ты занимаешься сексом. Так вот, в данном случае первый признак и первое, на что надо обращать внимание, вообще просто первое – это основа, это вот самый-самый первый шаг, который надо сделать, это программы ответственности взять на себя. Почему это очень важно? Потому что программы ответственности, они как бы сперва распознаются, отвечаю я за что-то, не отвечаю, да, как простые. Они имеют очень большие спайки программные, то есть к ответственности еще, как правило, приклеены программы, программы должен, обязан, программы вины, потом программы вины, и едут на программах ответственности целые паровозы. Вот эти паровозы надо разделить, чтобы каждая программа была отдельной, да, а программа ответственности есть программа ответственности. Эту ответственность взять на себя, исключить все остальное, выкинув все остальное. Это один блок работы. Следующий блок работы — это заметить и осознать, как программы ответственности перетекают в программы претензий к Богу, потому что они связаны напрямую. А программы претензий к Богу нам уже важны. То есть, по сути дела, когда мы замечаем в мире, в проявленной реальности программы ответственности, мы напрямую видим программы взаимоотношения с Богом, и мы должны вернуть Бога в себя. Но если я вам скажу, что вы будете возвращать Бога в себя и коснетесь этого блока программ конкретно по Богу, то у человека сразу на автомате включается гордыня «я уже творец», «я уже Бог», «я уже колдун», «я уже всё здесь материализовал», и на выходе у него нет результата. Понимаете? И тогда надо будет отдельно ещё прорабатывать гордыню. Это такие спайки в подсознании огромных блоков программ, что лезть сразу во всё не получится. Это компьютерно вернётся. А надо делать постепенно. Так вот, я предлагаю большинство пока не трогать, и Бога пока не трогать. Пока мы остановим внимание, обратим на ответственность. И ответственность потянем на себя. И здесь возникнет очень много непредвиденных моментов таких. Вот смотрите, в моей реальности я вижу, Петя напился. Как я могу быть ответственна, зачем Петя напился? Ведь это же жизнь Пети. Ведь правда же? Так вот, нет. Это в вашей реальности Петя напился. И если мы говорим о субъективном восприятии, Петя есть субъект вашей реальности, и в вашей реальности субъект вашей реальности напился. А это значит, в вашей психике есть программа или ресурсная травма, которая нарисовала сценарий с Петей. И она нарисовала его зачем-то для вас. И вот это зачем-то уже в основе есть вторичная выгода. А вторичная выгода обязательно будет лежать на каком-то программном обеспечении. А под этим программным обеспечением обязательно будет ресурс или бюджет на съемку этого фильма про Петю алкоголика. Понимаете, как оно выстраивается? Все, такая жесткая цепочка получается. И таким образом, на что бы вы в жизни не обратили внимание, если это попадает в прицел вашей реальности, значит программа и бюджет есть в вас. Да, господа, сложно. Я понимаю, сразу выносит мозг. Вот просто выйти на улицу и посмотреть кругом, двигаются машины, двигаются люди и так далее. Но есть декорации, и надо будет научиться различать, декорация это или это субъект вашей реальности. Если это декорация, на декорацию вы просто... Ну, есть она и красиво, она создает этот фильм, она участвует в сценарии. К вам она не имеет никакого отношения. Я могу просматривать кучу законодательных проектов, которые выступают в государстве и так далее, что там происходит где-то. Но это декорации для меня. Они меня не касаются. Но есть вещи, которые касаются меня. Вот те вещи, которые касаются меня, я прорабатываю в себе, потому что они касаются меня лично, индивидуально. А если это так, значит, во мне есть программа, есть вторичная выгода, которая на программе сидит, есть ресурс, есть бюджет. И этот бюджет, когда вы изымаете, эта тема отпадает. Вот это основа регулирования и формирования реальности вашей собственной уже осознанно. И этому надо научиться в процессе тренировок. Потому что, когда вам обещают, что вы сейчас сядете в медитацию, накидаете мысли образов, у вас это случится, то это 50 на 50. 50, что у вас в ресурсной травме уже этот мысли образ прописан, и он уже прилетел готовенький, и он материализуется, и вы будете хлопать в ладоши, но это не вы материализовали. Понимаете, я не раз говорила, когда вы стоите перед выбором взять пломбир или крем-брюле, уже известно, что вы взяли крем-брюле. Понимаете, это вы думаете, что вы выбирали. На самом деле вы ничего не выбираете. Если вы валите из ресурсной травмы, вы ничего не выбираете вообще. Понимаете? Поэтому, если мы тренируем субъективное восприятие для того, чтобы в дальнейшем все-таки иметь право на выбор пломбира, то так или иначе нам надо будет научиться фиксировать вот эти моменты, зачем мне это прилетело, находить, быстро находить программу и быстро находить, забирать бюджет на съемку фильма, для того, чтобы этот фильм дальше не развивался. И тут тренировки. Очень интересная по ответственности такой момент есть, который мне, например, помогал. Когда я начала в себе фиксировать многие вещи, вот как это происходит во мне, и что во мне откликается, и зачем мне это прилетает, я начала фиксировать моменты, проявленные у людей. И первые программы, которые реально помогают очень быстро сдвинуть восприятие, это программы ответственности. И когда ты начинаешь замечать у людей, как люди уходят от ответственности, ты начинаешь замечать это у себя. То есть люди тебе ровно показывают твоё зеркало. Понимаете, этот мир зеркален. И научиться это принимать и признавать в себе – это очень-очень большой шаг. Общаешься с человеком, да, пример из моей жизни, который тоже был тренировочным для меня, пример из моей жизни. Общаешься с высокопоставленным человеком, и ситуация там неоднозначная такая, когда там молодой человек попал в рабство и в другой стране, и этот человек помогал его оттуда доставать. И был момент такой, когда было стрёмно, а кто же будет нести ответственность, это всё-таки там такой момент, государства были завязаны. И мне прозвучало, он так «ты же» заставила его написать там в администрацию президента. И у меня тогда был шок. Я понимаю, что этот человек лавры победы берёт на себя, но любые лавры, если там что-то где-то будет на государственном уровне, ответственность уже сброшена. И я потом села в медитацию и искала, а где же я сбрасываю таким образом ответственность, когда лавры в себе, а ответственность за результат на сторону. Это же он меня отзеркалил. Это не потому, что он плохой. Он просто хорошим зеркалом случился. И вот так в жизни постоянно мы видим, люди, которые сбрасывают в себя ответственность, они не правят миром, какую бы должность они не занимали. Они не формируют реальность ни при каких обстоятельствах. Но они прекрасные зеркала для вас, если вы видите, как они это делают. Это значит, вы делаете точно так же. Понимаете? Если этот чел уже в вашей реальности, если он не декорация, а вы непосредственно с ним взаимодействуете, чётко берите на себя и находите в себе в отработку. То есть, если это просто СМИ, интернет пролетело, и вас это никоим образом не зацепило, это декорация. Если это вас зацепило и касается вас лично, чётко в отработку, значит, это ваше зеркало. И первая программа – программа ответственности. Бога надо вернуть в себя. Программы ответственности напрямую связаны с программами взаимоотношений с Богом. И возвращая ответственность на себя, вы возвращаете Бога в себя. Конечно, для того, чтобы Бога в себя вернут, там ещё блоки надо будет проработать, большие. У некоторых людей это удаётся очень быстро. Почему я ещё один этап тренировок ввожу у людей, когда я работаю с ними, это умение наблюдать концепции. То есть, человек, например, берёт концепцию религиозную, там, Иисуса Христа, или концепцию мусульманскую, или ещё какую-то концепцию, и зачастую человек погружается в неё и начинает мне рассказывать, а в Библии это написано, это и это написано. Слышишь, всё, ты уже съехал в объективное восприятие, о субъективном речь не идёт. Концепции прекрасно, но есть ты, есть твой внутренний мир, есть твой механизм веры. Если ты хочешь формировать реальность, ты должен научиться наблюдать концепции. По-другому не бывает. И в момент, когда вы начинаете наблюдать концепции, вы начинаете видеть те программы, связанные с Богом непосредственные, которые надо будет вернуть в себя. То есть, удалить программы, которые мешают Богу вернуться в вас и сдвинуть точку сборки восприятия таким образом, что Творец в вас, вы несёте ответственность за этот мир, вы в сотворчестве с ним создаёте и проявляете вот эту материальную реальность. Это тоже большой кусок программного обеспечения. И он также помогает человеку двигаться именно в субъективное восприятие. Поэтому, вот видите, я сегодня набросала как минимум три этапа, которые надо пройти. То есть, первый этап — это момент, когда вы умеете отрешённо смотреть на мир. Второй этап — это программы ответственности и наблюдения за тем, как вы взаимодействуете с миром, что есть в декорации, что есть ваше зеркало. И третий этап — это взаимодействие с Богом. И умение наблюдать концепции, для того, чтобы выйти из всех их в позицию наблюдения. Таким образом, вы сможете постепенно начать самостоятельно двигать точку сборки. И в те моменты, когда вы взаимодействуете с материальным миром, вы видите это зеркало, потихоньку начинаете вкидывать что-то, чтобы проявлялось, по мелочам. Не надо сразу яхту или самолёт, или ещё что-то. Так быстро это не проявляется, и это рушит механизм веры. Вам надо то, что вас укрепляет. Там стоите на океане, чтобы вам под ноги выбросило ракушку, большую, красивую, задаёте параметры, всё, вам выкидывает, вам механизм веры засчитывает баллы, очки. И в какой-то момент вы постепенно накачиваете, накачиваете, накачиваете. Точно так же в бизнесе. Вот эта сделка, она должна пройти так и так, я рисую её так и так. Вот она проходит, и у вас очки идут в механизм веры. Вы каждый раз подкачиваете механизм веры, потому что механизм веры, ему обязательно нужен жизненный опыт для того, чтобы он заработал. Если нет жизненного опыта, а не у всех людей есть за спиной энное количество тысячелетий инкарнаций, есть молодые души, которые очень быстро развиваются, и у них, получается, нет опыта, например, когда они там были жрецами, когда у них были вот эти проявленные моменты взаимодействия с материей, им неоткуда взять. Это те случаи, когда мы с флешкой внутренней работаем, с механизмом веры. Можно дозагружать в индивидуальной работе. Там много чего можно вытворять на самом деле из того, что мы уже понаходили и видим. Но в любом случае, когда вы взаимодействуете с материальным миром, обязательное подтверждение, мелкие шажки, мелкая фиксация на удачных результатах. И вообще, когда вы идёте в какую-то тренировку, неудачных результатов у вас нет. Их просто нет. Если вы видите, что вы там кубик выкинули, вы ставили, например, шесть, а у вас выпало пять. Классно, у меня получилось, у меня всего лишь единички не хватило. Понимаете? Вот так тренировка идёт. Но надо каждый раз фиксировать на положительный результат. Пока вы не включите механизм веры, вы помогаете точке сборки, восприятие, съезжать в субъективное, всё дальше и дальше, задвигаться в точку «Я творец». В крайнюю. Понимаете, на пути очень много программ, которые мешают. Их невероятное количество. То есть, компьютеры людей загажены. Плюс ресурсные травмы, которые постоянно подкачивают бюджет и снимаются, неосознанные сценарии. Это тоже моменты на проработку, которые где-то перекрываются, где-то разворачиваются, где-то, где-то, где-то. Всегда финансированием надо управлять. И это отдельный процесс для осознания. Но этого будет слишком много для тех, кто только начинает и кто только начал смотреть вот эти ролики. Займитесь хотя бы простым. Займитесь хотя бы ответственностью. И научитесь различать те моменты, когда вы будете чётко фиксировать, если чел не берёт на себя ответственность, он никогда не формирует реальность. Это золотое правило. С вами была я, Наталья Зайцева. Если захотите всё-таки обучаться, приходите, присоединяйтесь с любого момента, с любого курса. Пока есть возможность, используйте её. По возвращению в Минск я сделаю большой стрим, где расскажу, какие глобальные изменения произойдут в нашей работе с апреля. Но это будет чуть позже. С вами была я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok